Днями премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков побывал в Бобруйске. В поездке он затронул разные темы. В частности, отметил, что задача по увеличению зарплаты в среднем по Беларуси до 1000 рублей или 500 долларов – выполнимая. А к созданию новых рабочих мест нельзя подходить формально. Андрей Кобяков посетил Бобруйске Легпромразвитие, Белшину, завод тракторных деталей и агрегатов. Каждое из этих предприятий борется за рынки сбыта в большей части в России, как и Могилевский завод лифтового машиностроения. Здесь три четверти продукции идет на восток, и это при условии жесточайшей конкуренции со стороны российских производителей, расскажет Олеся Рыбалка. На отгрузочной площадке сотни упакованных лифтов. Три четверти этой продукции отправятся в Россию. Причем фуры заполняются стремительно. Очередная партия уже на готове. Сложно найти российский регион, где бы не было Могилевских лифтов. География поставок в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. У любого рабочего спроси, где окажутся детали, которые он сделал, каждый ответит примерно, как Денис Данилов. Большая часть, скорее всего, пойдет на российский рынок этих лифтов, этих балок, этих деталей. В прошлом году Могилевский лифтовый занял второе место на этом громадном рынке. Россия с удовольствием проглотила 9 420 лифтов. В поставках лифтмаш пока превосходит лишь Щербинский лифтостроительный завод. Да и то ненамного. Всех же конкурентов более 200. Столько производителей лифтового оборудования сегодня зарегистрировано в России. Тем не менее, лифтмашу удается плотно занять определенные ниши. К примеру, не первый год завод успешно работает по программе замены лифтового оборудования в жилом фонде. Многоэтажки Хабаровска, Оренбурга и еще сотен городов через одну с Могилевскими лифтами. Мы работаем с момента возникновения этой программы. Работаем ежегодно. Выбор поставщика проходит на конкурсной основе, где очень жесткие условия конкуренции. И выбирают по соотношению в первую очередь цена. Ну и плюс россияне довольно простые жители нашим качеством нашей продукции и ее надежности. Не только эконом-класса, но и всевозможные виды такой продукции сегодня здесь по силам. Эта экспозиция готовится для крупнейшего международного форума – российской лифтовой недели. Лифт для административного здания, коттеджа и совсем космический. Вместо привычного железа – одно стекло. Мы панорамных лифтов выпускаем достаточно давно, но эта модель абсолютно новая, бескаркасная. Еще первый образец будет представлен на выставке. Участие в выставках – не хвастовство. Хорошая помощь для работы дилерских центров лифтмаша. Их с каждым годом в России прибавляется. Сегодня уже 82. Новые виды продукции – еще одна возможность зацепить заказчиков. Очень часто российскому заказчику к лифту в комплекте требуется и поэтажный эскалатор. Это очень актуально для крупных торговых центров. Так вот, чтобы не терять и эту нишу, Могилев лифтмаш в прошлом году наладил выпуск и этого вида оборудования. Не ошиблись и с лифтами без машинного помещения. 750 изготовили в прошлом году. Почти все забрали россияне. Теперь интерес проявляют и к платформам для инвалидов, рассказывает начальник бюро рекламы Вадим Евстратов. Сейчас новая разработка у нас подъемник в бассейн для инвалидов. То есть очень важная тема и в плане загруженности производства, и в плане социальной миссии нашего предприятия. Весь результат – итог постоянной, непрекращающейся модернизации, когда станки – это уже и не станки, а современные линии, которые в любой момент можно переналадить. И сегодня изготавливать одни детали, а завтра совсем другие. Кстати, Денис Данилин работает на одном из них. Старые прессы высотой в 20 метров, которые стояли на этом же месте, давно забытое прошлое.